МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улиц Петропавловской и газеты «Звезда». Улыбнулись и едем дальше. Подлесная 27, дробь 2, первый подъезд. Дежурный по городу рассказывал о том, что здесь хорошо, красиво, о том, что жители любят свой дом и всякое его украшают. Но сегодня находиться здесь крайне неприятно. Почему? Здесь отвратительно воняет мусором. Давайте разбираться, в чем причина. Ну, а причина этого запаха, вот она, она очевидна. Пустой выкатной контейнер, зато если заглянуть за него в мусорную камеру под мусоропровод, вот такенная гора бытовых отходов. Сами понимаете, воздух не озонирует отнюдь. Как рассказали нам жители подъезда, они регулярно обращаются в родную управляющую компанию за помощью, но зачастую мусоропровод приходится чистить буквально-таки своими силами. У нас был до шестого этажа мусоропровод, все забитый. И мы попросили мужчину с нашего же подъезда, открыли камеру эту мусорную, он все в контейнер выгреб, а сегодня пришел мусорщик и вообще весь мусоропровод освободил и все вывалил в мусорку. Поэтому недовольство тех, кто живет в первом подъезде, дома 27, дробь 2 по улице Подлесная, абсолютно понятно. Вы чувствуете, какой у нас запах? Вот так мы живем. А почему мы так живем? Потому что управляющая компания, которая руководит САМОНов, он им не платит деньги. Дом 29 по улице Нефтяников. Старенькая двухэтажка. Судя по тому, что весь двор усеян битым кирпичом, ходить и стоять здесь, в общем-то, небезопасна причина. Да, вот она сыплется сверху, из-под крыши. Аварийным этот дом не признают. Но согласитесь, друзья, и нормальным такое состояние дел признать тоже язык не повернется. Ну вот просто никак. Сегодня вовсю летают белые мухи, и потому телезрические кадры дня у нас будут насквозь зимними. Голик Голиков прислал вот эти фотоснимки с подписью, а в области уже в полный рост готовят новогодние елочки. Мы страшно удивились, почему так рано, но факт налицо. Ну а Ирина Ельшина прислала фотографию, наверное, первого в этом году зимнего рыбака на льду в Заостровке. Вот бесстрашный. На этом Игорь Гиндис и Михаил Осетров заканчивают свое дежурство. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете, заглядывайте в группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова